Ребята, всем привет! Я Алиса, и сегодня вы проведете мой день вместе со мной. Что у нас по плану? Сегодня такой насыщенный день намечается. У меня, знаете, по-другому не бывает. Или супер насыщенный, или супер ленивый. Я просто лежу на диване и сплю. Идеально, я считаю. Но сегодня не так. Короче, мы сейчас поедем в нашу квартиру, посмотрим, что там по ремонту, как обстоят дела, потому что с момента съемки последнего влога, если вы его, кстати, не смотрели, ссылка будет в описании. Там были голые стены. Что там еще? Да ничего особо не было, да? Я еще пришла снимать, думаю, блин, нечего показать. Но нет, сегодня все не так. Там уже ванную даже должны установить. Сделали багеты, поставили двери, плитка уже в ванной есть. Короче, везде плитка тоже есть. Ну, будет интересно. Потом, что у нас по плану? Милюша. Милюша нужно выгулять. Хотела ее взять прямо в квартиру, но там столько всяких опасных штук, ну, всяких ножей, там, вот этих инструментов. Поэтому нет, мы сейчас съездим, а потом возьмем Миля и, возможно, куда-то с Лизой, с Назаром, с Артемом. Короче, со всеми поедем. И это еще не все. Потом у нас еще съемки, вечерние съемки. Будем снимать с Лизой и с Назаром челлендж по цветам. И вы посмотрите, как все изнутри обстоят дела. Я все поснимаю, вам покажу. Короче, если влоги мои нравятся, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Ребят, хотела вам еще рассказать, где мы покупаем с Артемом все для ремонта и не только. Честно, я в шоке, потому что в обычном магазине, например, мы искали технику по одной цене, но нашли в интернете на 50-40% дешевле. Ребята, я тут почитала ваши комментарии про наш ремонт. И многие спрашивают, когда же мы уже начнем покупать мебель, технику и все для обустройства квартиры. Если честно, мы планировали покупать технику, но не раньше, чем через месяц. Но решили не откладывать и заказать все на мегамаркете, пока там действует акция. В период до 31 августа за покупку бытовой и климатической техники, холодильников, а также мониторов, смартфонов и даже компьютеров начисляется повышенный кэшбэк до 40% бонусами всем, кто первый раз покупает на мегамаркете. Смотрите, мы заказали вот такой кондиционер по скидке за 42 800. За него мы получили кэшбэк 14 980 рублей. Кэшбэк начисляется бонусами с Берспасибо, который можно потратить на новые покупки и оплатить до 99% стоимости заказа. Мегамаркет доставляет товары более чем в тысячу городов России, а еще на некоторые товары у них действует удобная доставка по клику. Как это работает? Ваш заказ поступает в ближайший даркстор компаний-партнера Самокат. Вам приходит уведомление, и когда вы захотите его получить, просто нажимаете на кнопку «Вызвать курьера», и он привезет ваш заказ в течение 15 минут. По клику также можно оформить и возврат товара. Чтобы поучаствовать в акции, нужно просто зарегистрироваться на сайте или в приложении Мегамаркет с помощью Сбер-Айди. Если вы клиент Сбербанка, Сбер-Айди – это номер вашего телефона. Если вы не пользуетесь услугами банка, вы также легко можете создать свой Сбер-Айди. После регистрации вводите свои данные, адрес для доставки и наслаждайтесь удобным и выгодным шопингом. Ну а чтобы покупки были еще приятнее, вводите промокод «Август565» на дополнительную скидку 1000 рублей на первый заказ от 3000. Онлайн-шопинг на Мегамаркете – это быстро, выгодно и удобно. Ссылку на приложение и промокод я оставила для вас в описании к этому видео. Ребята, я уже в шоке, потому что если вы смотрели влог, то видели, были чисто голые стены, да, по-моему, двери и как бы все, да? Ну, такая черновая еще создавалась атмосфера, как будто только купили квартиру, хоть какие-то изменения были. Первое. Установили нам двери. Я вам, наверное, рассказывала, что мы с Артемом спорили. Я хотела такую чисто гладкую, минималистичную, а он хотел, чтобы здесь были квадратики. В итоге, я думаю, классное решение, да? Да, да. Ты не жалеешь? Да нет. Тем более, что у нас вот такие же двери, тоже скрытого монтажа. И вместе, смотрите, какой минимализм. Все закрыли, здесь тоже двери не выделяются. Тут еще кантик золотой остается, а здесь нету кантика. Ну, слушай, да, еще же будут красить стены. Стены у нас будут такие кремовые, бежевые. Второе. Сделали уже эти молдинги, багеты. Не знаю, передает ли камера, но в целом уже создается такой прям, я, знаете, увидела эти багеты, такое уже прям солидненькое, да? У золотых еще вставочек нет. А, здесь будут золотые? Короче, везде у нас эти молдинги. Заказали, они ничего не пришли. Все под заказ, ничего нету. С ними коридор интересный, да? Не просто такой. Ну, уже, да. Смотри, стены отшлифовали, все. Я хочу все-таки показать плитку. В прошлый раз я вам не показывала, давайте ее тут уже все убрали. Давайте мы вот так аккуратненько сделаем. Сейчас. Ой, там приклеено, да? Тихо-тихо-тихо. Нельзя, думаешь, наклеивать. Да я аккуратненько. Вот это хотя бы оторви. А, да я ее наоборот не хотела. А, вот так, все. Та-дам! Да, еще затирочки нету, правда. А, будет затирочка, да? Да, когда полностью от пыли избавимся. Покажи близко золотую вставку, о которой я говорила, потому что многие не поняли. Но она добавляет прям такое изюминки. Не просто мраморная типичная плитка, как у всех. Фух, оделась я, конечно, идеально для ремонта. Хорошо, хоть мели не взяли. Давайте зайдем в нашу спальню. Здесь особо ничего не поменялось. Мы ждем ламинат. А, вот багет добавили все. Да, только багет. Багетики-багетики. И, в принципе, все. Ну, здесь стены полностью шерповые. Там будет цветовая линия. Двери еще ждем в гардеробную и уходим. Мне так нравятся все-таки вот эти золотые вставки. Пока. Когда заказывали, я ничего не понимаю. Все ровненько, ничего не изменилось. Ну, уже, знаешь, когда стены белые с этими молдинками. Что ты? А, Таня, то есть все по-старому. На балконе тоже все по-старому. Но у нас... Короче, все отшлифовали. Да. В спальне нет изменений, потому что там не будет ни плитка, ни ламинат. Мы заказали кварц-винил. Да, кварц-винил. Картина, как лепнина, да, или что-то панно какое-то, как это называется. Да, там что-то наподобие. И вот эту золотую вставочку уже сделали. Тоже хотя бы, знаете, вырисовывается. Я вот вспомню дизайн-проект и уже понимаю. Еще этот будет. Колонна была в прошлый раз? Плитка? Плитка была, да? Да. Вот здесь отделение для нашего телевизора. Камин уже тоже установили. В прошлый раз не было. Да. А он, по-моему, работает? Да? Да. Может, включим его? Попробуй. А ну-ка, давайте. Можно? А то я про него все рассказываю, рассказываю. Так, давайте аккуратненько это уберем. Блин. Камин упакован. Вот так он будто теплый какой-то. Ладно, давайте его не будем трогать. Хотя смотри, можно аккуратно снять. Пакет снимается. Не рви просто его. Да, сейчас. К сожалению, мы не знаем, как подключать камин. Зря сняли этот пакет. Но наглядно, чтобы вы понимали, здесь будет огонь. Пульт можно, да, пультом регулировать всякие цвета, режимы. И этот огонь безопасен. То есть я знаю, что вы уже напишите комментарий, что у нас мель. Какой огонь. Это просто как биокамин и паровой огонь такой. Ну, продемонстрируем уже, как заедем. Увы. Так, что еще? Давай колонну покажем с этой стороны. Я не помню, была она или нет, но сейчас светло. Как раз вот эта плиточка. Мне кажется, круто, как в камеру смотрится. О, шикарно, шикарно. Проходим в туалет, потому что раньше там вообще был как подвал. Ванна, точно. Привезли ванную, нам еще не установили. Давайте ее посмотрим. Ну, там, в принципе, что-то... А, вот такая ванная. А, сейчас запечатаю. Ну, видно, здесь будут смесители. Раз, два, три. И там она овальная. Такая полукруглая, да, можно сказать, ванная. Мы хотели такую необычную. Конечно, знаете, как есть такие шикарные круглые ванны? Их еще часто в домах, в отелях размещают. Но у нас ванная маленькая, поэтому мы взяли полукруглая. Вроде и стильная, и много места не занимает. Давайте в туалет наконец-то пройдем. Раньше там вообще был подвал, и я ничего не показывала. Так. Багетики, кстати, вот эти молдинги, багеты, как они называются, везде. Абсолютно везде. И здесь, и здесь. Когда будет свет, уже будет понятно. Так, проходим в ванную. Свет надо включать, или это уже максимум? Как хорошо это видно. Вот, это плитка. Помните, я вам рассказывала, что мы ждем эту бабочку? Вот, понятие бабочка. Вот такие вот штучки. Мы ее так долго искали. Именно такой узор. Плитка огромная, поэтому ее, видите, резанули. Но под ванной это будет не видно. Но ее по-другому никак не донесешь. Да, она 2,80. И было очень сложно ее поднимать. Подожди, а какая у нас плитка на полу, кстати? А? Какая у нас? Вот, которая на стенах. А, у нас такая же, да? Да. А, ну все. Если честно, я бы думала, может, посветлее все-таки плитка. А нет, теплый свет сделаю. Хотя, если будет свет, она будет казаться светлее. Напишите, как вам. Ну, бабочка прям супер, да? Топ. Классно смотрится. Необычно. Да, ванная еще добавим. Да, ванная. Ну, в принципе, знаете, я уже думаю, здесь будет ванная. Тут унитаз. Здесь раковина с шкафчиком. В принципе, не так уж и мало места. Ну, обычно. А, уже вырезали. Да. Проходим в комнату Милюши. Милюша, что у нас тут? А у Милюши в комнате мало что сделали, но есть уже багеты на потолке. Кстати, я даже не знала, что у нее такое. А, да. Я даже что-то не понял. Прям как-то ей сделали уютненько. И вот эти штучки, панели. А здесь будут фламинго. Да, фламинго скоро придет. Жопа фламинго. В принципе, стены уже подготовили под декоративную штукатурку. Это произойдет, в принципе, на этой неделе уже. Ну, согласитесь, ребят, кто пересмотрел первый влог и второй, мне кажется, изменения есть. Ну, это не прям на глаз так видно, но для нас это видно. Мы будем заезжать по-любому до 1 ноября, в конце октября в идеале. Кухню мы уже заказали. Она будет изготавливаться месяц, да, ну, 40 дней там. Плюс ванную установят. Нам главное что? Двухспальная кровать, санузел и кухня. Все остальное мы будем как раз снимать контент в процессе, да, жить, обустраивать. Я думаю, вы такое любите, поэтому дайте знать в комментариях, если хотите, такой контент. Тем более Новый год скоро. Вроде все, показала. Давайте теперь поедем, заберем Милюшу. Кстати, хорошо, что я ее не взяла. Тут столько гвоздей, всяких инструментов, краски. Ну, ты же знаешь Милешу, она бы тут лазила, я бы ничего не показала. Жаль, не получилось камин. Кстати, про камин. Видите дырки? Артем очень расстроился из-за этих дырок, очень. Я даже об этом не думала, но у нас же мель, и она будет туда монетки, какие-то заколочки бросать. На фотке, когда мы заказывали этот камин, дырок не было. Артем даже мне показывал. Но сказали, что они нужны. Оттуда циркулирует воздух, да, что-то такое. Ну, не знаю. Надеюсь, мель подрастет, будет более осознанным. Через задний проход. Вот что. Так, а что тут еще? А, ну, здесь будет кухня. Кстати, кухню мы заказали как по дизайн-проекту. Надеюсь, скоро вам тоже все поснимаю. И что еще тут? Плитка такая же. Балконы. Вот мне нравятся балконы. Мешки сюда кинем, ничего не будем делать. Будем валяться тут. С мелюшей. Гусину кинем, межушки, меля, пусть там валяются. Все, ребят, ладно, мы поехали за мелем. Если вам понравился наш ремонт, ставьте лайк, напишите в комментариях, как есть изменения или нет. Потому что для меня есть. Мы не были здесь месяц и реально уже заметно. Потому что первый влог я думала, господи, что показывать? Одни же двери только сделали. Ну, плитку. Сейчас уже дело пошло, пошло. В принципе, я думаю, еще неделька уже. С декоративной штукатуркой все по-другому будет. А, вот, кстати, ванна на фотке, чем мы мучились. Вот фотография, полукруглая ванная, хорошая. Угу. Покраны где? Все, уходим. Нечего больше смотреть, к сожалению. Короче, ну что, ремонт показали. Сейчас у нас отдых. Лиза с Назаром пригласили нас ходить в бассейн. И, если честно, я хотела сделать так. Мель еще спал, когда мы приехали. Я думаю, ладно, приеду к Лизе с Назаром, а Артем потом подвезет Мелюшу. Так нет, пока я собиралась, она прям почувствовала и проснулась раньше на час. Поэтому мы приехали даже впервые дочу. Лиза с Назаром, скажу, как так? Даже Мелюш собрался быстрее. Короче, сейчас будем отдыхать, плавать. Мель давно не плавал. И немножечко хочу поснимать. Она хочет на эту штуку. Это я просто ее на этой штучке катала, Алис. Не катала, а она наступала ножками. Нет, нет, не так. Хочешь покажу? Покажи. Держи. Так, поменяем. Лиза покажет сейчас лайфхак. С мышаком. А, вот так. Вот это ты ей показала. Это опасно. А, ну-ка, сейчас. Милюша. Давай покатаем теперь. Вот так. Давай. Давай. Так, держи ее, главное. Она сейчас булькнется и будет опасно. Милеша, давай. Ой, там вода еще. Прикольно. Короче, Миля любит воду у нас. Ну, как и все дети. Давай. Лупа. О, прыгни. Все. Я устала. А, показала ей, да. Она дрожит опять. Через час Милешу бабуля заберет, потому что она уже перегуливает. Она не понимает, что долго в воде нельзя, да, Миль? Да, да. А, все, видишь? Милеша уже идет купаться в третий раз, и мы с ней по очереди все развлекаемся. Она уже просто дрожит, но все равно бежит в этот бассейн, ребят. Это капец. Она стала нам покушать нормально, потому что мы даже не успели, да, Милюш? Милеш, помаши ручкой. Помаши. Всем привет. Я довольна. И еще ее надо постоянно развлекать. Она просто так не хочет. Малышек большой, смотрите какой. Я первый раз, кстати, с Миленой в бассейне. Да? Да. А, на более-менее не брали. Беги, беги к кругу. О! А, на более-менее. А, на более-менее. И Меша! Давай, покажи свой свой сок. Сейчас опять будет. Мед закрываем. Научилась уже открывать, и еще не спрячет. Мед закрываем. Мед. Сейчас побьет, потом вылезет. Так, сильнее. Как сильнее, сильнее, сильнее. Медя. Ну-ну-ну. О, пусть все увидят, какой Мель на самом деле. Нет. Нет. Идем на месте решит. Экстремальный заплыв с Милюшем. Давай, Милень. Давай. Давай, Мель. Давайте до конца прям. Давай. Ну, это Назар так только может, да. Раз, два, три. Милеша! Ваши впечатления. Так. Да? Нравится? Ну, ладно. Садись. Все. Все, все. Умели. Ой, боже. Ой, вылезет. Что ты хочешь? Давай ручку. Куда ты хочешь? Мама. Мы наконец-то достали эту Милюшу из бассейна. Вот это проблема. Мы договорились с Бабенькой, чтобы она забрала Меля через часик. Потому что она так реально может заболеть. Она не вылазит. Это мои очки, кстати говоря. Давай, давай. Давай, Мель. Давай. Она их очень любит. Давай поменяемся. Давай. Я тебе эти дам. Красота. А мне, Мель, давай. Давай. Алис, как всегда, фон всегда интереснее. А что там? Потом посмотришь. Я только сейчас заметила. Спасибо. Ютуб такой. Монеты забираю. Да, Мель? А ты тут тоже, да, купальникам своим? Мама, мама, мама. Так, все, Мель. Короче, выходной у меня прошел очень быстро. Потому что мы только-только переоделись. Мелешу взяла бабушка уже домой. И Лиза предложила снять ей видео. Ей очень срочно надо. Она придумала новые цвета. Участвовать будет Назар. Не только Лиза и я, но еще и Назар. И пока я жду свой цвет, я же, конечно, присела в магните. Точнее, не цвет я жду. Я жду, пока пойдет мой таймер. Поэтому я присела, пока перекусить. И чуть позже вам, возможно, спойлер будет, какой у меня цвет выпал. Кстати, достаточно легкий. Но могло быть и лучше. Первый раз заказала в магните, кстати, еду. Здесь вот такой отдел. И можно покушать прям за столиками. Я взяла себе латте с соленой карамелью. И вот такой вот хот-дог аппетитный. Короче, у меня есть 5 минут на покушать. И потом погнали играть. Ну что, Сомуш, ты готова? Я готова. Показывай свои продукты. Нет. Ну, я быстренько покажу. Нет. Ну, давай. Не зимаешь? Ну, чего нельзя? О, вот мои продукты, если что. Покажи свои, мои не зима. У меня оранжевый цвет. Короче, давайте по размеру пакета. Смотрите, у меня такой большой. Да, голосующий. Это Лизы и вот Назара. У Назара самый большой пакет. У него желтый цвет. И я уже вижу, что тут не все желтое. Это что такое? А, это кукуруза. О, Лиз, давай. А что, ты там делаешь продукты, подкладываешь втихую? Нет, это посылка. А, это посылка Сома. Да. Короче, кто выиграет? Ребят, делайте ставки. Лиза, Назар или я. Да, конечно же. 150к. Назар первый раз в таком видео снимал. Кстати, да, да. На канале Лизы переходите. Вот уже есть это видео. Короче, ребят, мы сняли видео. Вы сегодня видите все, что происходит за кадром. Назар после съемок пересчитывает все продукты. Вы увидите, кто победил на канале у Лизы. Мы не расскажем. Уже видно, что Назар проиграл, а кто-то из нас победил. У него был самый большой пакет, просто самый гигантский пакет. Смотрите, желтый, самый легкий цвет, да. А вот кто из нас с Сомом выиграл, вы узнаете в следующем видео. И поснимай, что у нас тут за кадром происходит. У нас тут треш. У нас креветки уплыли. Креветки уплыли. И сейчас на минуточку 10 часов ночи. Нам надо еще все убрать, ехать домой. Вот смотрите, вот это вот все у нас за кадром. А что это за пакет? Тут какие-то чипсы. Это мой 22. А мне все равно что. А у тебя были уже чипсы? Так бы я, может, еще бы засчитала. Но нифига, нет, все. Так, кто забирает? Назар, дели еду. Зато ты получишь всю еду. Надо еще сделать так, что проигравший забирает все. Ой, убирает все. По пакетам сортирует. Убираю я, потому что я позвала вас на канал. Мы еще хотели посидеть, но время 10, и у нас милюш скоро спать. Поэтому все, ребят, мы идем домой. Спасибо, что посмотрели мой влог, наш день. Заходите на канал Сому, увидите, почему Назар такой злой. Счастливо. Да, нормально все. Всем пока. Не повезло в этом, повезет в другом. Хотя новичкам везет же, да, Назар? Новичок, но это не работает. Вот так вот, по-барабам. Спасибо. Спасибо.